Привет, друзья! Это обзор новых электросамокатов 2020 года Halton RS02 и Halton RS03. В этом выпуске вы узнаете, на что способны обновленные Halton RS02 и RS03 не только в городе, но и в условиях бездорожья, как ведут себя через месяц усиленных нагрузок, о чем не говорят другие блогеры. И, наконец, давайте разберемся, электросамокаты Halton 2020 – это старые ведра или новые достижения на рынке электротранспорта. Ролик очень насыщен информационно, и чтобы не пропустить главное, смотрите до конца и без перемотки. Просто посмотрим на рюкзак. При помощи отвертки и такой-то матери. На вас смотрит вся страна, и обосраться никак нельзя. Губки бантиком, бровки домиков. Итак, первое. Вам всегда интересно, что происходит с электросамокатами после месяца их использования. Мои коллеги-видеоблогеры уже успели дважды разобрать и собрать одну из моделей. Я говорю о Halton RS02. По нескольку раз протестировали оба электросамоката в суровых зимних условиях – от минусовых температур до жидкой слякоти. И даже травмировали одного из испытуемых. Вот, посмотрите, Halton RS03 – подножка превратилась в собачью лапу. Замок включения сломан и находится всегда во включенном положении. Ключа, естественно, нет. Потеряли колпачок от передней вилки. Кстати, видно следы коррозии. И еще одна поломочка на заднем габарите – Halton RS03. Скорее всего, короткое замыкание. Оп, зажегся. Вот так он работает. То включается, то выключается. Слава богу, со стопорями все хорошо. Сейчас покажу. Оп. Диоды работают на стоп-сигнале. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А я пока вставлю свои пять копеек в оправдание тех, кто тестировал самокаты до меня. У ребят было всего две цели – устроить испытания по максимуму, не жалея технику, и высказать свое мнение по поводу недочетов. И то, что мы видим такие лайтовые результаты поломок, меня, честно говоря, очень сильно удивляет. А теперь обратная сторона моих пяти копеек. Ребят, но здесь же тракторный протектор. Почему вы проводили испытания по ровному асфальту? Я исправлю этот недочет. Погнали на тест-драйв. Halton RS-02 и Halton RS-03. Рестайлинговые версии 2020 года. Устроим хардкор! 377 по бортовому одометру. Halton RS-03. даже не понятно что здесь такое снег вроде растаял на дорожках наверное песок остался или песок со снегом какая-то такая жижи коричневая так крутой спуск горы все с мокрым снегом и со льдом ох я там сейчас разгуляясь хорошо самокат идет на самом деле претензий нет в этом плане нет каких-то там поскальзывание или еще что-то наверно по асфальту да вообще нормально я в эту горку потом заеду посмотрим как меня затащит туда я честно говоря пока не могу понять почему все так хвалит это так называемый умный газ в принципе и так то он тоже подрывает может просто нужно привыкнуть как-то его очень плавно нажимать так любой другой принципе электросамокат если ты очень плавно нажимаешь круг газа он и стартует плавно пока непонятно так ну вот и набережная прямая бетон очка я думаю что здесь получится хорошенько разогнаться единственное что я сейчас сделаю так это наверно повернул гоупро камеру на gps чтобы вам было видно скорость сейчас будет скорость а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маленькая пластиковая штучка Это самая важная штучка, которая может быть вообще... Вот все остальное можно выкинуть реально А вот эту штучку обязательно нужно поставить Ставится она под фару, под задний габарит Это брызговичок И теперь смотрите, что этот брызговичок дает Точнее, что происходит, когда его нет Сейчас замерял скорость для вас Вы видели Просто посмотрим на рюкзак Что происходит с рюкзаком Мне страшно даже подумать, что там у меня на голове, на капюшоне Значит, по поводу забрызгивания на высокой скорости с переднего крыла Ну, конечно, есть Конечно, есть Куда без этого? Вот оно, пожалуйста Вся нога просто засрана С этой стороны То же самое Так что, если вы в сырую погоду куда-то едете Конечно, если вы будете тошнить Так вот, прям по-дедовски То, наверное, переднее крыло справится с своей задачей Но если лететь Со скоростью свыше полтинника То готовьтесь к тому, что в мокрую погоду вы будете все в грязи К сожалению, здесь на данный момент Я не поставил специальный брызговик Чтобы показать, как это работает без него И я не знаю, справился бы брызговик Если бы я прям так же топил Сейчас Здесь, по Филевской набережной Не знаю, не могу дать гарантии Кстати, бортовой компьютер Не вижу смысла вообще по нему что-либо рассказывать Потому что он, похоже, просто не отсюда Во-первых, здесь есть кнопка включения габаритов Которая здесь просто не нужна То есть габариты у него включаются другим способом Вот видите, фонарик загорелся Сейчас зажмем Вот он выключился Включение габарита происходит вот этой вот кнопкой Он оф Фара, кстати Ну, вот эта вот фара Такая вот Бочонок металлический Светит довольно-таки неплохо Можно отрегулировать вверх-вниз Что касается габаритов Они яркие достаточно Сзади С боков О, здрасте Что-то отлетело Ну, что бывает Это же тест-драйв Ну, болтик уже, наверное, не найти никогда Нужно поискать вот что-то другое Ну, что поделать Таковы условия тест-драйва Очень суровые Сейчас проверим стоп-сигнал Мигает одной стороной Стоп-сигнал К сожалению Тоже навернулся Констатирую как факт Причем, кстати Поро бывает Что и сам габарит Тоже не работает Ну, там то ли короткое замыкание То ли еще что-то Может быть даже уже До меня нахимичили РС-03 Бедолага Битый уже Весь перебитый Ну, что Едем дальше Вот туда вот В лес Устроим Хард Так Ну, что Сейчас поеду В ту самую горку Субтитры сделал DimaTorzok Вот для чего нужен Тракторный протектор Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас испытание на клирес ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Допустим, у меня рост метр семьдесят семь, но мне уже неудобно. Вот руль вытянут практически на максимум. Стою я на нем хорошо. Руль где-то, ну, в районе чуть ниже груди. Самый оптимальный вариант. Но вот прям ногам места мало. Ну, прям очень мало. Если только ставить одну ногу прям вообще вот сюда, вот аж вот так, тогда вторая комфортно как-то может расположиться, при условии, что вы едете не быстро, где-нибудь в районе 20-25 км в час, тогда нормально. Когда вы начинаете увеличивать скорость, конечно, хочется ногу поставить прямо аж вот сюда на крыло. Если здесь, обратите внимание, я ставлю ногу вот таким образом, ну, получается, левая нога у меня вот стоит. Это неудобно. Вот так тоже неудобно. Вот если бы вот эту ручку перенести чуть дальше, вот эти уши развернуть, сделать ребрами жесткости, то есть прям, допустим, развернуть их и приварить их к деке, ну, прям вообще было бы огонь. Здесь бы тогда получилась такая хорошая платформа, как подставка для ноги. И вполне спокойно можно было бы ставить ногу, ну, аж вот так вот. Сейчас это сделать невозможно. Ну, мешает ручка. Банально вот это вот. То есть приходится ногу сдвигать сюда ближе. Из-за этого я порой грудиной прям упираюсь в рулевую колонку. Ну, это, конечно, не очень удобно. Руль в обоих электросамокатах складной. Центральная муфта откручивается. Вот это. И руль разламывается на две половинки. Получается у нас разные стороны. Сейчас продемонстрирую. Ну, вот так это выглядит. Оп. Раз. Два. Таким вот домиком. Губки, бантика, муровки, домика. Напоролся на дерево. Оно замочено. Вот так вот. Что касается самой рулевой колонки, она регулируется по высоте. Отодвигаем язычок. Пожалуйста. Теста. Вот так. Ну, в общем-то, стандарт, что можно сказать. Вот такая красота. Полноприводный Halton RS03. През серийная версия. Тестовый вариант. Для видеоблогеров. Тестовый вариант. Так, ну и давайте по поводу круто-акселератора, значит, да? Какие же там супер-изменения? Это Halton RS03. Я, честно говоря, никаких особых изменений не заметил. Вот конкретно на Halton RS03. Вот эта предсерийная модель. Он никем не скрывался еще. Мне кажется, что никто пока не знает, есть ли там эта система или нет. Дело в том, что, как у любого электросамоката, если я слегка нажимаю на курок-акселератора, он начинает ехать плавно и медленно. Ну, это у всех самокатов. Разве нет? Kuga, Ultron, Indicamora. Ну, если прям, конечно, додавить, он тоже будет буксовать. Любой самокат там будет буксовать. Пожалуйста, остановились. Нажали. Он стопил. Он топит еще как топит. Он буксует. Это дело даже не в том, что я там на лед выехал. Сейчас продемонстрирую, пожалуйста, на землю выйду. Будет все то же самое. Аналогично. Буксуем. Вон он как рвет. Если я нажимаю полностью. Может быть, просто такая система стоит реально только на Houten RS02. Это я. Ну, вам покажу, как работает он. Но у Houten RS03, вот в данном варианте предсерийного образца, курок-акселератор работает стандартом. Сейчас проверим лежачку. Ну, нормально. Амортизаторы, конечно, ему прям продолбили еще до меня. Я постарался. Задняя подвеска отлично работает. Прям задняя хорошо. А вот переднюю, наверное, нужно просто смазать. Ну, что-то она прям, да, такая с затыками. Так, проверим клиренс. Оп. Заехал. Отлично. На такой немаленький бордюр, на самом деле. Хорошо заехал. Так, ну, мчимся. Надо его высадить. Высадить до конца. Посмотреть, что получится по километражу. О, ребят, забыл сказать. Оцените сейчас накат какой. Покажу. Прям вот класс. Подшипники стоят прям, ну, отличные. Накат здоровский. Это, конечно, я понимаю еще. Плюс мой вес. По инерции тащит нормально. Ну, блин, зацените. Так, ну вот. Разогнался достаточно. Отпускаю акселератор. Смотрите, накат какой. То есть так вот подразогнавшись, можно отпускать акселератор и еще проехать. Ну, сейчас восстановлюсь, скажу, сколько примерно. Ну, и хватит, наверное. Так. Ну, это около 200 метров, наверное. Ну, ладно. 100. 100-150 метров. Просто на накате. Вообще огонь. Вот это круто. За это спасибо. Хорошо. Хорошо он просел на самом деле, но скорость выдает все равно приемлемую. 44 километра в час. 45. То есть по итогу 40 он на последнем делении. Ну, как последнее. Одно-два деления. Прет нормально. Вольтаж 56 вижу. Да, блин, это его еще сажать и сажать. Это при условии того, что я уже порысачивал по лесу хорошенько. А как вы понимаете, там мощность требуется хорошая. Для того, чтобы по лесу грацевать. По грязи по всей этой. Да ну как так-то он едет и едет. Ну вот и все. Самокат выкатан полностью. Вольтаж 52,7. Просаживается он до 51,6. До 51,5. Во время поездки. Едет уже со скоростью не более, ну, наверное, 5 километров в час. В маленькую даже горочку вообще уже не тащит. Там 3-2 километра в час. Значит, вот что получилось по общему пробегу. По одометру. Он, в принципе, совпадает реально с GPS. Все показатели я сейчас выведу на экран. Специально для вас. При какой нагрузке тестировался электросамокат. При какой температуре. И при какой средней скорости. Ну и плюс не забывайте, да, что я рассачивал по жесткому в лесу. Что произошло с самокатом в итоге. Я вам сейчас покажу. Немножечко подсвечу его. Вот так. Вот что в итоге произошло с самокатом после моей лесной поездки. И выкатываю его до конца в ноль уже по городу. Вот так вот. Так, ну сейчас проверим. Полтенрес 0,2. Значит так, выезжаю. 66,8. Заряд. 144 по одометру. 144 километра. Значит, поедем на третьей скорости. На тапку будем максимально давить. Выставил колеса 11 дюймов. То есть, в принципе, скорость и показатели GPS должны совпадать. Ну, в общем-то, да. Показатели практически одинаковые. Что GPS, что у бортового компьютера. Разница совсем полная. Ерунда. Ну, давай 47. Есть 47. 48. 49. Ебайба. Полтинничек. Ну, есть. Полтинник по GPS. 51. Ну, 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 давай 52. Ну, давай. Есть 52. Ну, что, друзья. Та же горка. 20 градусов. Спуск и подъем. Посмотрим, справится ли. Halton RS 02. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»! 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 не заехал не хватает не заехал не заехал не заехал не заехал наглядный пример отсутствия полного привода не заехал а Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, либо какой-нибудь сектанский круг. Ну, в общем, давайте к самокату. Значит, привод задний, 1300 Вт, мотор-колесо, диски 160, тормозные, стоит гидравлика, тормоза на два колеса. Гидравлика отличная, ничем не хуже, чем у Halton RS-03, так сказать, 2020 года пресс-серийного выпуска. Что касается фары, да, это, наверное, единственное отличие по низу, ну, за исключением самого мотор-колеса, то, что здесь привод задний. У Halton RS-03 привод полный. Здесь стоит фара, такая вот, которую обещают убрать. Здесь никакая, вообще никакущая фара, нифига не светит, прям шляпа, а не фара. Значит, здесь не успели угробить передний амортизатор. Тоже пружинный, абсолютно то же самое, что и у Halton RS-03, такого велосипедного типа. Внутри стоят пружины, и здесь также стоят пружины, сейчас их, а ну вот, амортизаторы видно. Значит, отрабатывают отлично, гораздо мягче, чем у Halton RS-03. Сейчас в компании Halton думают, какие поставить, как раз специально сделали два варианта, пожёстче на Halton RS-03 и помягче на RS-02. Мне мягкие не очень нравятся, честно говоря. Как-то странно они себя ведут. Вроде мягонько хорошо, но прям не для хардкора, так могу сказать. Значит, по поводу деки. Как ни странно, на ней стоять, наверное, более комфортно, чем на RS-3. Как будто бы она чуть длиннее. Прям вот как будто бы. Ну, не факт, надо померить. Я вам фоточки сделаю. Значит, по поводу брызговика. Вот он стоит как раз, этот язычок. Загнан он под задний габарит. Вещь классная, но на высоких скоростях, при дождливой погоде, опять-таки, нифига толком не защищает. Я не знаю, как ребята тестировали до меня все это дело. Покажу мой рюкзак. Та-дам! Вот такая вот штука. На рюкзаке, после прокатки, на Halton RS-02, по слякоти. Ну, как слякоти, по мокрой дороге. Прям по дороге ехал, по общественной. Если только в меня водители сзади грязью не кидались, то это точно из-под заднего колеса. Значит, спереди. Ну, летит, но немножко. Скорость у него не такая. Или просто пока еще не нашел большое количество влаги, жидкости, прям жи-жи-жи-жи. Чтобы что-то прям спереди летело. Так что здесь, в принципе, в этом плане хорошо, спереди ничего не летит. Теперь по поводу курка. Та-дам! То, что вы хотели знать. Как раз сравнение с Halton RS-03 2020 и Halton RS-02 2020. Как я понял, компания Halton только в RS-02 установили эту умную систему. Как оно там они назвали-то? Умного старта, что-то такое. То есть, да, действительно, здесь самокат не срывается с места. Смотрите, прямо сейчас нажму. Он не сорвется. Вот, то есть, он не уезжает вперед, прям сразу. Если еще на него ногу поставлю. Вот таким образом. И нажму на акселератор. Смотрите, что будет. Оп, такой толчок. Ожму полностью. Топ, толчок. То есть, нету такого прям букса. еще раз нажимаю прям оп толчок не более того вот такая вот интересная система и это действительно прикольно да он ведет себя по-другому ребята которые тестировали оба самоката до меня почему то сказали что на rs03 который сейчас также у меня стоит такая же система нет там ее в помине поэтому я очень сильно удивился то есть такая система сейчас нам только вот на halton rs02 заднеприводном едем дальше ну гидравлика отлично все прекрасно действительно также есть возможность регулировки гидравлики ребята из halton уверяют то что как уже говорил в комплекте потоковым самокатом которые выйдут прям большой партии там будет специальный прибор для прокачки тормозной системы посмотрим что это будет такое интересно но так в общем-то самокат интересный грипсы хорошие такие но анатомические приятные мне нравится классно руки с такими вряд ли будут потеть они прорезиненные довольно такие жесткие жесткие приятные на ощупь классные вещи но также свет да то есть переключение здесь все стандарт принципе halton rs02 и halton rs03 они одинаковые полностью за исключением как раз вот этой вот систему halton rs02 с мягким курком действительно очень плавно стартует и привод электросамокатов на rs02 вот на этой модели стоит 1300 ватт заднее мотор колесо и все а так они в принципе вообще идентичны также система рулевая рулевая колонка выдвижная под рост райдера сам руль складной также через муфту муфту откручиваем складываем домик и прикольно что они действительно выдерживают какие-то супер нагрузки да то есть все таки здесь на halton rs02 я считаю нужно менять реально резину и ставить уже рангом ниже от смешанного типа протектора до шоссейного ну нечего ему делать на бездорожье здесь может только копать вот такие вот большие круги ну либо ехать сверху вниз вот тоже хорошо спускаться сверху вниз прекрасно легкое бездорожье какое-то да прекрасно в городских условиях там где-то проехаться по клумбе легко но вот так чтобы рвать вверх как это делает halton rs03 нет 2 младший бро этого сделать не сможет то есть в горку 20 градусов я показал заехать он не смог так мы все-таки вам покажу сейчас стойку райдера то есть как это выглядит почему я говорю что таки не хватает rs02 еще как-то более-менее она раз внутри и вообще мало то есть вот что происходит райдер едет на скорости на скорости нужно куда-то упереться здесь если я выношу ногу за гусь то есть носок у меня прячется выходит вот сюда то здесь еще более менее нормально но опять-таки повесить сюда какой-то gps еще что-то уже будет мешать то есть расстояние вот она даже только она прям ну вот прям в животе практически это неудобно при условии что приходится еще иногда опираться назад было бы здорово если бы это происходило вот так вот допустим даже при условии что у меня нога опять выходит за гусь задняя нога стоит на крыле а может так и ездить ну и у нафиг что-то удлинять да так как кататься крыло то у нас монолит что кстати интересно придумано заметил еще одну вещь пока сейчас ехал с леса с парка фили по дороге на высокой скорости начинается ребят воблинг реально воблинг мягкая подвеска плюс очень легко крутится руль сам по себе на высокой скорости начинается так вот потряхивать самокат все не понимал что это такое а это ну прям вот воблинг на высокой скорости так что сюда бы демпфер либо просто делать более жесткую рулевую хотя возможно это просто все раздолбалось от того что его изнасиловали уже измучили бедолагу но факт есть факт говорю как есть воблинг присутствует вот где этому самокату halton rs02 самое место в городе более нигде так что надо снимать эти покрышки и гонять на нем по городу ну все ребята электросамокат halton rs02 выкатываем полностью значит на вылетаже у нас 53 3 при нагрузке когда я еду с моим весом почти 100 килограмм показывает 51 и 5 51 и 6 такие вот скачки значит здесь одометр 188 сейчас на экран выведу все параметры общая дальность поездки сколько получилось проехать также при какой нагрузке при какой температуре и так далее все это вы сейчас видите на экране вот что с ним в итоге случилось в каком состоянии он оказался такой вот красавец все залеплено просто грязью отмывать его придется наверно очень долго по простому в теории умный старт означает экономия расхода энергии зависимости от испытываемой нагрузки во время начала движения то есть контроллер не дает использовать всю мощность батареи сразу а увеличивает ее постепенно теперь проверим на практике на каком из электросамокатов она есть а на каком нет слегка зажимаем курки акселератора на обоих электросамокатах подвешенном состоянии то есть на холостом ходу на модели rs02 система установлена и он продолжает разгонять мотор колесо при легком нажатии до предела в поисках сопротивления а на модели rs03 обычная работа датчика холла в курке акселератора при легком нажатии контроллер передает на мотор колесо столько энергии сколько запрограммировано изначально и увеличить скорость можно только нажав на круг еще сильнее по итогу могу сказать следующее компания халтон прошла очень тернистый путь на рынке электросамокатов и вот наконец найдена решительно правильная стратегия производства которые надеюсь они будут придерживаться что сделала компания халтон основываясь на собственном печальном опыте были созданы два предсерийных образца и отданы на растерзание блогеров теперь халтон гарантированно получит реальные отзывы о недочетах и предложение по модернизации не только со стороны испытателей но и комментарии от вас наших подписчиков на базе собранной информации предполагается выпуск целой серии надежных электросамокатов уже из коробки понимаете то есть не те жигули которые нужно дорабатывать при помощи отвертки такой-то матери а готовые транспортные средства что касается обложки обзора с ведрами думаю ее лучше оставить как историю как знак новой ступени эволюции электросамокатов на российском рынке таблицы технических характеристик тестируемых образцов вы видите на экране что касается цены сейчас обсудим а потом покажу таблицу параметров ожидаемых серийном выпуске что ж а теперь расскажу о чем молчат все видеоблогеры в сфере электротранспорта все мы знаем о печальной ситуации в китае границы закрыты а сезон уже очень близко когда пойдут новые поставки никто не знает но поверьте дорогие подписчики чем ближе лето и чем больше спрос тем выше риск по росту цен на весь электротранспорт в целом товар на складах россии не безграничный и если вы задумались над покупкой уже сегодня советую не откладывать это в долгий ящик как говорится готовь сани летом а телегу зимой как видите по ситуации точной цены сейчас не сможет назвать даже производитель ведь когда откроют границу а это обязательно рано или поздно произойдет цены могут как упасть так и взлететь до небес и зависеть это будет в первую очередь от щедрости или жадности китайских товарищей ведь экономику в поднебесной трясет очень сильно все актуальные ссылки на магазин и цены на электротранспорт вы как всегда найдете в описании к этому ролику спасибо магазину гироскутер shop за предоставленные модели для нашего обзора жмите лайк и оставляйте комментарии что думаете о новом подходе компании halton оправдают ли они наши с вами ожидания или две надежных моделей на всю россию в 2020 году это то что мы заслужили спасибо за просмотр и до новых встреч а а а Субтитры создавал DimaTorzok